Всем привет ребят, с вами как всегда я Заза и добро пожаловать на седьмую часть прохождения КТА 3 без убийств. Напомню, что в прошлой части мы закончили с прохождением, скажем так, основных миссий и решили вернуться к тем, которые мы забыли пройти изначально. И сегодня мы продолжим это дело, начиная с первой миссии от Асуки и по сути единственной оставшейся. Давайте же приступим. Миссия называется Two-Faced Tenor и так как я знаю, что в ней происходит, а если быть конкретным, то я знаю, что после того, как я активирую маркер, чувак убежит в свою тачку и пытается удрать, я подумал, а что будет, если я его тачку от него уведу подальше и пока он будет бежать, я смогу его там переехать каким-нибудь образом, ну или заблокировать и так далее. Но, к сожалению, игра решила иначе. Так делать, к сожалению, нельзя. Идей было много, я пытался и утопить, и вытащить его из тачки, заблокировав ему дорогу и так далее и тому подобное, но в итоге я пришел к простой страте. Мы в самом начале дамажим его тачку так сильно, чтобы она почти уже была уничтожена, но не до конца, чтобы он не взорвался. Поэтому я был очень осторожен с моей эмочкой, как вы знаете, эмочка это очень мощное оружие. Затем я отправился в погоню и дал ему последний толчок, который, как вы видите, убрал шкалу дамага с моего экрана. После этого чувак тупо выбежал. Если б не те 4 звезды, то все было бы намного проще, а так посмотрите в итоге, чем это все обернулось. Естественно, все в небольшое ускорение пущу. В общем, я долго пытался манипулировать направлением его движения и удивлялся каждый раз, когда он не умирал от мимо пролетающего копа. Насколько же он удачливый, черт возьми. Но наконец-то миссия пройдена. А мы приступаем к миссиям Кенжи. Первая миссия кампу Бастаут. Ну, здесь нет, к сожалению, ничего интересного. Смотреть в плицейскую тачку, ставить и бомбу. Ну, а дальше, я думаю, если вы проходили игру, то вы знаете, что будет происходить. Короче, не самая сложная миссия, но поверьте, ребят, это только начало. Разбор Grand Theft Auto я тоже предлагаю пропустить. Типа, ну, блин, тоже ничего интересного. Воруйте три тачки, привозите. Все. Это вся миссия. Никаких убийств, ничего. Едем дальше. Deal Steel. Вот тот, честно, думал, что будет посложнее. Ибо я знаю, что тут чуваки как бы будете начинают стрелять. Но в итоге получилась очень интересная эстрота. Чуваки в основном агрятся только на вас. Поэтому вы просто берете и выманиваете их поближе к себе. В это время ваш компаньон, которого вы не зря с собой взяли, спокойно расстреливает двух из них. Вот, посмотрите, как это происходило. Чуваки пытаются в меня попасть. Я такой стою, никого не трогаю, а стрелочки потихонечку заканчиваются. В итоге остается последний чувак. Он решил пробежать чуть подальше. И я его просто-напросто взорвал. Последняя метка, это... Ну, точнее, последние две метки. Это автомобили. И как я быстро выяснил, они пустые. Поэтому можно просто взять их и взорвать. Ничего, собственно говоря, интересного в этой миссии, к сожалению, так же не оказалось. Чувака, кстати, по-моему, в итоге добил мой же чувак, а не взрыв от машины. Но какая разница? Главное, что миссия пройдена. В миссии Шима весь, так сказать, интересный контент начинается только в части с Порлоном. То есть в самом конце. При этом нельзя сказать, что он прям так уж очень интересен, потому что стратегия для нас очень простая. Выманиваешь чуваков к себе поближе, заставляешь их же расстрелять твою машину. И просто-напросто ждешь, пока они взорвутся. Данная территория очень удобна тем, что, как видите, чуваки редко выбегают к вам, хотя вот этот вот смог. Но и, соответственно, они стоят за заборчиком, поэтому не могут вас конкретно напрямую расстрелять. И далеко убежать от вашей горящей машины. Но так как надо убить всех, во всем придется сюда заехать, подобрать кейсик. И, в принципе, на этом будет и все. Давайте ускорим оставшуюся часть и завершим с этой миссией. Как видите, финальному чуваку вообще на нас наплевать, а тут где-то около минуты долбился об стенку рядом с ним. Но в итоге он пал, и все, что нам осталось, это вернуться к Кенже. Миссия пройдена. Окей, ребята, смэкдаун. Наконец-то то самое веселье, которое я так долго ждал. Веселье, конечно, в кавычках, потому что до конца того четвертого по счету на тот момент стрима мне так и не удалось пройти эту миссию. Я вам сразу же покажу успешную попытку и расскажу все стратегии, которые я смог придумать для прохождения. Напомню, что в этой миссии нужно убить 8 дилеров. Проблема в чем? У вас вначале спавнятся два чувака. Никаких проблем. Они все время в одном и том же месте. Далее вы убиваете одного, а спавнятся еще двое. И так далее. Однако, у каждого дилера есть некий таймер. Таймер, который, по окончанию которого, чувак уходит с улиц. И если вы не успеваете убить 8-ых, пока все не пропадут, то миссия проваливается. И поверьте, это не так просто. Во-первых, у чуваков есть оружие. Во-вторых, вам частенько дают звезды. В-третьих, вы не можете просто так с легкостью убить. Поэтому моя страта была довольно простой. Мы берем довольно дамажную тачку и стараемся взорвать ее рядом с чуваком. К сожалению, иногда бывают такие ситуации, когда чувак просто-напросто убегает от машины. И я много раз на этом фейлился. Давайте я буду ускорять вам передвижение между чуваками. И буду рассказывать про конкретные ситуации. Ну, с первым, думаю, все было понятно. До второго тоже ехать недалеко. Он тут в парке. Схема довольно простая. Я один раз стреляю с дробаша. И небольшую, так сказать, очередь с УЗИшечки китаю. Это дамажит тачку достаточно сильно, чтобы чувак буквально парой пуль смог задамажить нашу машину. К сожалению, не всегда получается точно подсчитать, подгадать количество пуль, которые надо выпустить. Но в основном работает. Главное не переборщить. Это самое основное. Ну, давайте поедем к третьему чуваку. Ах да, совсем забыл упомянуть. Спавны, они рандомны. Они могут появиться где угодно, кроме первых двух. Итак, подъезжаем к третьему. Опять же дробашечек. Дальше я, к сожалению, не успел пострелять с УЗИшки, потому что я боялся, что я уже подожгу тачку. Поэтому я начал тереться об стенку. Еще одна большая проблема с тем, что в том, что чуваки иногда не стреляют по вам, а бегут вас вытаскивать. И это очень бесит, потому что вы не получаете достаточный урон. Вот это был очень прикольный момент. Я не знаю, как я сел, но да ладно. Ладно, едем к четвертому. Со спавнами в этот раз повезло, а вот с выстрелом нет. Я случайно поджег машину. Если бы чувак бы умер от нее, то тогда пришлось бы начинать все заново. Ибо это засчиталось мне бы в статистику. Благо, мне повезло опять же, и чувак успел отбежать. Далее я взял новую тачку, пострелял. Пострелял даже с УЗИшки. И машина загорелась довольно быстро. Фух, это было близко к провалу. И посмотрите на мое состояние здоровья. Уже осталось всего лишь 50 хп, а я убил только половину. В этот раз со спавном совсем не повезло. Мало того, что он был достаточно далеко, так он еще и в парке. Это означает, что у вас нет права на ошибку. Вы не убили чувака взрывом. Все, у вас нет другой машины. Вам нужно двигаться к дороге. Потому что в парке машина не ездит. Но, если честно, у меня получилось очень даже хорошо. Я удивлен, как гладко все вышло. И поэтому я, собственно говоря, продолжил. Где-то после 5-6 убийств, если вы делали все довольно быстро, вам уже приходится молиться на хорошие спавны. Дело в том, что, как я и говорил ранее, у каждого чувака есть свой таймер. Хоть посмотрите, насколько далеко он стоял, но мне все-таки повезло. Так вот, с каждым новым чуваком, чем дольше вы проходите миссию, тем этот таймер короче. Поэтому, если чувак заспавнится далеко, вы можете тупо не успеть до него доехать. Здесь я уже не стал стрелять с рыбаша, потому что я знал, что моя такси сильно задамажена тем взрывом. Поэтому я понадеялся, что я смогу потереться об стенку. И, как видите, мне удалось довольно быстро убить еще одного. У нас есть 7 киллов. У нас есть 26 хп. Я знаю, где последний чувак. Точнее, я вижу его на миникарте. И давайте просто посмотрим, как это было. У меня, правда, хп очень мало. Я могу сейчас по хп... Нет, мы мертвые. Это очень плохо. 4 хп. Я просто прячусь. Мне вообще пофигу. На все пофигу. Я спрятался. Я куст. Дайте мне машину какую-нибудь, пожалуйста. Дайте мне посмотреть, чтобы я действительно 0 фрагов. В статистике. Это было что-то с чем-то. Да. Да. На 4 хп. Вот это клатч. Сейчас я либо кого-то переезжаю, либо меня кто-то арестовывает. Ну что ж, я думаю, дальнейший комментарий здесь просто излишний. И на сегодня у меня, ребят, все. Давайте посмотрим, что у нас было по миссиям до того, как началась эта часть. Ну а вот, что у нас есть на данный момент. Сегодня мы прошли с вами 6 миссий. Все зеленые. Одна из них была очень сложная. Это был смекдаун. И я, в принципе, доволен нашим прогрессом. Я думаю, буквально через пару роликов мы сможем уже дойти до конца этой серии роликов. Но и могу сразу вам сказать, что есть еще сложные миссии. И довольно неожиданная миссия стала сложной. Но об этом вы узнаете либо в следующей, либо через одну часть. Я точно не помню последовательность моего прохождения. Ну а на этом у меня, ребят, сегодня все. Спасибо большое всем, кто посмотрел данный ролик. Ставьте лайк, если вам понравилось. Ставьте дизлайк, если вам не понравилось. Но не забудьте написать в комментах, что конкретно вам не понравилось, чтобы я мог исправиться в дальнейших видосах. Если у вас есть какие-то пожелания, советы, тоже пишите в комментариях. Я обязательно читаю. И если есть какие-то вопросы, задавайте, я обязательно отвечу. На сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был я, Заза. Всем, ребят, удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok